Экскурсию по цитадели Нарын-Кала, которая занимает площадь 4,5 гектаров, для учащихся Хасаюльтовской средней школы номер 7 под руководством Зои Керимовны Тимировой провела Заира Гаджиева, классифицированный гид с большим опытом работы. Эта поездка, организованная в честь 2000-летия Дербента, преследовала главную цель – подробно ознакомиться с крепостью, которая с 2003 года включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Само название Нарын – это восточная женская река, переводится как красивая, изящная, гранатная, недоступная. Кала, как крепость, возвышенная. Крепость, крепостные стены строили 140 лет, строили их в Перс, начало 6 века. Строилась при трех правителях – Естикерт, Кават и Хасров Анушерван. Хасров Анушерван, который завершил строительство крепости и который назвал крепость Нарын-Кала, честь своей любимой дочери Нарын. Нарын-Кала – это древняя крепость в Нагорной части Дербента, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать Каспийские ворота в Персию. Морская часть Ны заходила на 500 метров в море, запирая вход в гавань. И сейчас сквозь город проходят эти стены. Замечательный вид на город – Каспийское море, старейшую Джуму-мечеть, кладбище которому уже далеко не один век. Еще хочу обратить ваше внимание именно на клонировку домов в древней части города. В северо-западной части цитадели расположен один из наиболее интересных памятников Дербента, назначение которого долгое время оставалось загадкой. Речь идет о крупном подземном сооружении, вошедшем в историческую литературу и все путеводители, как подземная цистерна для хранения воды, вырубленная в скале, объясняет экскурсовод. Однако археологические исследования последних лет показали, что данное сооружение, строго ориентированное по сторонам света, является крестовокупольным христианским храмом. Вообще на госохрану она принята как крестообразное водохранилище, 8-10 век. Но есть версия академика Кудрявцева, что он изначально был построен не как водохранилище, а как крестовокупольный христианский храм 4 века. Обратите внимание, форма креста, все стороны ориентированы строго по сторонам света. То есть он утверждает, что изначально он не был подземным, он был надземным. Крест высотой 13-14 метров. В 12 веке также была построена подземная тюрьма Зиндан. Внутреннее пространство тюрьмы сужалось кверху, поэтому выбраться из нее было невозможно. Глубина этого сооружения достигала 11 метров, а площадь 25 квадратных метров. Тюрьма сохранилась до наших дней. Во время раскопок в ней было найдено большое количество человеческих костей. Итак, кому давали пожизненное? Переводили сюда, потихоньку спускали вниз. Сверху ставили вот это вот. Отверстие, которое посередине откуда поступал свет и воздух к узнику. Ему подавали малым количеством пищу. Но человек, попавший сюда, умирал не только голодной смертью, но и от трупного яда. В Нарын-Коле существовала хорошо отлаженная система водоснабжения. Сохранились большие каменные резервуары, построенные в 11 веке. Вода стекала с гор и по подземным каналам поступала в бассейны. Они позволяли держать осаду в течение продолжительного времени. Хотя были случаи, когда отравивозу захватывали крепость. Вы, наверное, прекрасно знаете, арабы пришли сюда только в начале 8 века. Совершили несколько походов, но силой захватить крепость не удалось. Обошли вокруг, но на поверхности воды нигде нет. Близреть никаких нет. Но они прекрасно знали, раз есть жизнь, должен быть доступ к воде. Экскурсия по историческим достопримечательностям города Дербент оказалась для школьников не только увлекательной, но и полезной. Ребята еще раз убедились в том, насколько богат наш край в культурном отношении и какое значение для будущих поколений имеет бережное отношение к этим памятникам сегодня. В связи с тем, что в этом году Дербент отмечает свое двухтысячелетие, мы во главе Зоя Керимовна решили совершить поездку в Дербент, в один из древнейших городов нашей страны. Очень понравилась крепость, ее структура, архитектура. Очень много музеев, там красиво все. Мне понравилась тюрьма, вообще мне всегда тюрьма нравится. Там одиночные камеры, понравилась баня, хамам. Очень интересная у нее инфраструктура. Я в этой крепости на рынке Алла уже не первый раз. Я была здесь 10 лет назад тоже, и мне это очень понравилось. Особенно сильно мне понравилась, как все, архитектура, например, как здесь все было устроено, особенно вот их бани, например, хамам. Ну, очень все интересно. И каждый раз ощущения, как будто бы в первый раз. Все новые и новые ощущения. И вот ходишь по этой крепости и прям наслаждаешься. Я очень много нового для себя сегодня здесь открыла. И хочу сказать огромное спасибо Зоя Керимовне, моей преподавательнице, что привела нас сюда, дала очутиться в этой сказочной атмосфере. Оценили красоту древнейшего города в России, где историями и тайнами пронизан буквально каждый метр и самые маленькие участники группы. Мне больше всего понравились большие пушки. Они были прекрасны, зато были стреляющими. Я видел, что там высота. И город разный там возле заборами и море. В следующем году Дербен готовится отметить свое 2000-летие. Здесь надеются, что торжества привлекут в город много гостей и туристов. К юбилею города будут отреставрированы древнейшая в России соборная мечеть и многовековой армянский храм-музей. В планах глобальная реставрация практически всех памятников истории в городе, а таких здесь более 400. Очень много работ сделано. Готовятся к этому юбилею жители этого города. Поездка удачная, погода прекрасная, дети довольные. По данным на реконструкцию крепости Нарынкала, потратят 616 миллионов рублей. Работы начаты с сентября прошлого года и завершатся, по прогнозам специалистов, к августу 2015 года. Дербент является сокровищницей мировой цивилизации. Главным остается то, что мы должны все это уникальное наследие для себя сохранить. Заира Магомедова, Мажет Булатханов, информационная программа «Пульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова